8 вечера самое время приехать курьеру с дхл что подать мне посылку списаться день надо или нет замерз ну по названию видео вы уже поняли что здесь будет почти собирался спать как мне написали письмо на английском языке от компании же юнг предложили мне значит стабилизатор crane m что в переводе означает журавль в обмен на его обзор было реально странно ведь я не топовый видеоблогера на тот момент у меня было всего 57 тысяч подписчиков а тут стабилизатор почти за 600 долларов я этому конечно обрадовался ведь теперь не будут не писать что моего оператора руки растут с одного места и появилась возможность перейти на уровень выше это я сейчас говорю про форма съемки давайте вообще взглянем как выглядела посылочка вообще пакет не поступил вот в таком виде от фирмы дхл то есть мало того что нам дают дорогую вещь так нам еще отправляют и ускоренные почты где доставка тоже стоит немалых денег самое интересное здесь это имя получателя over buffer 1 нет ни единого упоминания моего имени как же охренела тамошник когда они мне звонили и спрашивали что это блять такое им пришлось долго объяснять кто такие видеоблогеры и что нам иногда делают такого рода подарки давайте томить не будем а сразу взглянем на то что было внутри ну внутри у нас конечно идет фирменная коробка в которой было содержимое вот еще и наклеечка от dhl осталось здесь у нас была документация и ремешок для содержимого внутри а когда мы взглянем во внутрь то увидим там да вот такие замечательные пакетики обожаю их зачем их до сих пор ложат я не понимаю короче внутри был стабилизатор было все кроме батареек под все я подразумеваю сам стабилизатор зарядное устройство юсб кабель ручка для стабилизатора и в принципе все но нам большего и не надо вот то что все идет в портфель это просто зачетно батареек в комплекте не было их вытащили на таможне поскольку это опасный товар для других товаров то есть он может взорваться и загореться посылка в которой была резиновая ксюша для тебя скажем так но я бы даже не считал это минусом поскольку у нас есть та вещь и которые мы с вами давно мечтали плюс ко всему этому идет еще и такой портфельчик хотя в портфельчике есть тоже свои минусы а какой может быть минус в кейсе дело в том что когда вы произведете калибровку вашего стабилизатора для вашей камеры он не залезет в этот кейс и придется всю калибровку сводить на минимум то есть ставить так как она была у нас изначально возможно это какое-то предвзятое отношение но для меня это лично минус короче счет давайте приступим к калибровке что же по поводу калибровки долго не мог понять как с этим делом работать поскольку у меня был до этого jing смузи там просто поставил нажал на кнопку все откалибровалась и все но здесь как вы понимаете трехосевой стабилизатор и 4 оси стабилизации возможно неправильно сказал короче там четыре стойки для регулировки вашей стабилизации но все препятствия нам поможет обойти вот такая инструкция которая идет в комплекте и которую никто никогда не читает но мы пока не сломаем и не будем ничего читать и так и на странице номер 4 написано как все это делать также если вы будете покупать данный агрегат то советую посмотреть инструкцию здесь есть приложение с помощью которых вы можете управлять вашим стабилизатором дистанционно поставив его на какую-нибудь горизонтальную плоскость также если у вас камера panasonic то есть всякие плюшки не забывайте что можно также делать прошивочку обновлять его через комп и здесь указано что максимальный вес 650 грамм так что тяжелые камеры для этого дела не подойдут но вот как моя sony a6000 без проблем влазить на нее сидит как родная что же давайте посмотрим как его калибровать во-первых нам необходимо открутить задний винт он нам нужен для того чтобы крепить вашу камеру на ваш стабилизатор то есть он вставляется вот сюда снизу когда мы надели камеру необходимо все это дело поправить чтоб она сидела здесь ровно ну а теперь можно в принципе включать если стабилизатор не будет правильно откалиброван то он будет дергаться я бы сказал как будто в конвульсиях это означает что калибровать нужно дальше сзади также находится еще один винт который позволит вам приблизить либо отдалить камеру немного назад либо вперед делается этот для того чтобы вы могли на 360 градусов вращать ваш стабилизатор вокруг вашей камеры теперь давайте сбалансируем его по горизонтали винт который находится самом верху необходимо его немного ослабить и калибровать либо в правую либо в левую сторону для того чтобы ваша камера поймала баланс теперь переходим к третьему винту камеру вместе со стабилизатором необходимо повернуть на 90 градусов то есть чтобы она у нас смотрела наверх и также производить балансировку используя данный винт его необходимо немного ослабить и балансировать либо в правую либо в левую сторону. Кстати, стабилизатор во время настройки он будет находиться в неком таком фризе. Он как бы и работает, но в то же время он сохраняет режим тестирования. Я не знаю, как правильно его назвать, поскольку я ни одного гайда на русском языке, как пользоваться стабилизатором Crane M, не нашел. Поэтому, когда вы поставите камеру и его включите, он будет в режиме... Ну, я буду называть его в режим фриза. То есть, как вы поставите его, так он и будет стоять. Сделано это специально для того, чтобы вы могли его откалибровать правильно, специально под вас. После калибровки третьего винта нам необходимо отрегулировать четвертый, который находится вот здесь. Стабилизатор мы ставим вот в такое положение, то есть поворачиваем его на 90 градусов и начинаем балансировать вот этот ползунок, чтобы точно так же поймать центр. Ну и как бы на этом все. После этого стабилизатор должен перейти в активный режим. Ну, помимо того, что я рассказывал вам сейчас на камеру, я также проводил тесты, но все это дело производилось на моей маленькой камере Xiaomi E2. Дело в том, что у меня второй Sony A6000 либо Black Magic просто нет. Короче, как смог, так показал. И, кстати, у нас еще одна проблема. Дело в том, что днем был буран, и я не смог выйти со стабилизатором на улицу, потому что в камеру все дуло, невозможно было ничего увидеть. Поэтому будем ходить по дому, смотреть что-нибудь, хотя вы, в принципе, и так это все видели. Но тут даже дело не в том, что вы это видели. Дело в том, что мы тестируем стабилизатор, поэтому будем смотреть на саму картинку. Я очень благодарен компании Zhiyun, точнее мы все должны быть ей благодарны, ведь качество картинки я делаю для вас. Поэтому отблагодарите хотя бы их своим лайком. Да, он пришел ко мне, но если бы не вы, то его бы здесь не было. И если бы не вы, то он бы мне, в принципе, не был нужен. Поэтому я считаю, это совместный подарок как для меня, так и для вас. Как вы понимаете, это просто тест, а для того, чтобы увидеть всю прелесть данного стабилизатора, необходимо, ну, выбраться как минимум на улицу, погулять, заснять какой-нибудь вложик, либо что-нибудь из рубрики «Овер блуждает», ну или вы можете предложить какой-нибудь свой контент, написав об этом в комментарии. Но лично мне стабилизатор понравился, хотя мне не с кем было сравнивать, но я считаю, что это достойный подарок для такого человека, как я. Ну и в принципе для вас тоже. Если он вас заинтересовал, то ссылочка на приобретение данного стабилизатора будет в описании. У них есть свои представители в России, поэтому если вы собираетесь его покупать, то они вам доставят его в крончайшие сроки. Ну как бы на этом все. Если вам понравилось видео, даже если оно вам не понравилось, то вы все равно должны поставить палец вверх, но это дело относится лишь к моим подписчикам, поскольку этот подарок они сделали исключительно для нас. И как минимум лайк, именно твой лайк, они заслужили увидеть. Короче все, с вами был Овер, теперь я стану просто режиссером и всем пока. Да шучу я, у меня тут столько контента приготовлено для вас, и взлом Wi-Fi, и... Ну не буду, ладно, форсить, сами все увидите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok